Главнокомандующий Нацгвардии РФ – человек семейный. У Золотова есть супруга, ещё с советских времён. У них есть двое детей. Но это не мешает ему отдыхать на Сейшелах со скорбницами. Я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И уделять время таинственной женщине по имени Дина Целевич, которая живёт, как у бога за пазухой. Общая стоимость её недвижимости вместе с выкупленными квартирами на Фонтанке в текущих ценах порядка полумиллиарда рублей. Откуда у любовницы Золотова такие деньги? И почему она скрывает отца своего ребёнка? Из того, что есть, можно узнать только отчество ребёнка Викторовича. Уже сейчас мы раскроем самые сокровенные тайны личной жизни российского генерала. И узнаем, в каких дворцах живут члены его семьи. Помимо задекларированных земель и недвижимости Золотова и его супруги, ФБК посчитал имущество их детей, оценив всё вместе в 663 миллиона рублей. Он прошёл путь от слесаря до главнокомандующего Национальной гвардии РФ. Коллеги даже в шутку называют его генералиссимусом. Был личным охранником Путина. Ну, это один из пунктов. И уже много лет является его близким товарищем и спарринг-партнёром на татами. Просто вызывай вас на поединок. Виктор Золотов не самый публичный силовик России. И, как оказалось, не самый бедный. Его семья владеет поместьем стоимостью полтора миллиарда рублей. Оно находится на Рублёвке, неподалёку резиденции Путина в Новоогорёво, в деревне Кольчуга. На площади больше, чем в гектар, есть основной дом, дом для гостей и служебные помещения. Эта усадьба во времена Советского Союза была чуть ли не главной дачей руководства страны. Там жили Дзержинский, Ворошилов, Орджоникидзе, Нарком Микоян. А теперь живёт Золотов. Я действительно не бедный человек. Работал на производстве. Был, кстати, удаленником коммунистического труда. Потом занимался бизнесом. Видите, как складывается. Не бедно живёт и законная жена генерала Валентина. В 2014 году она задекларировала более 400 тысяч рублей доходов. Кроме того, супруга Золотова владеет земельным участком площадью полгектара. Отчаянная домохозяйка, не правда ли? Ради такой безбедной жизни женщина готова закрывать глаза на любовницу своего мужа Дину Целевич, которая, по всей видимости, родила от золотого ребёнка. На это указывает отчество мальчика Викторович. С Золотовым эту таинственную незнакомку связывает не только сын, но и общий друг, бандит Роман Цепов, который был убит в 2004 году. От него Дине досталось охранное предприятие «Балтик Эскорт». После отравления Цепова основным собственником его бизнеса стал его одноклассник Александр Каханов. Наши источники говорят, что все дела с ним ведёт загадочная женщина по имени Дина Целевич. Именно она скупила целый подъезд в этом здании. «Балтик Эскорт» участвовал в параде на Дворцовой площади к годовщине создания Росгвардии, которой руководит Виктор Золотов. А в 2019 году Целевич вместе с любимым генералом посещала военную часть в посёлке Лебяжье. «Случайность?» Вряд ли. Как и то, что основная недвижимость, которой владеет Целевич, появилась у женщины в начале нулевых, когда у неё ещё не было прибыльного бизнеса. Зато уже были близкие связи с Золотовым, которого она активно сопровождала в поездках ещё в 90-х. В её собственности – роскошная квартира в одном из самых элитных домов в Петербурге на Каменном острове. Вокруг – госрезиденции и исторические дачи начала 20-го века. Все имения Дины оцениваются в 400 миллионов рублей. В каких отношениях она сейчас с Золотовым – неизвестно. Но похоже, что 69-летний генерал оказался ещё тем похотливым дедушкой. С 2017 по 2019 он неоднократно отдыхал на Сейшелах с друзьями в компании четырёх молодых спутниц. Анастасия Буевич, которую также называют постоянной спутницей Золотова, и три девушки, которые составляли им досуг. Судя по снимкам девушек в соцсетях, которые были сделаны на пляже, они останавливались в отеле Four Seasons Resort Seychelles. Перелёт из Москвы на Сейшелы и обратно на бизнес-джете Falcon 7X в 2017-2019 годах стоил примерно 160-170 тысяч евро. Десять дней проживания в этом отеле стоили 12-20 тысяч евро в зависимости от номера. Но откуда у главнокомандующего войсками Национальной гвардии РФ такие деньги, если на госслужбе он зарабатывал тогда не более 100 тысяч евро в год? Где деньги, Зин? Всё просто. Пользуясь служебным положением, он проворачивал многомиллионные коррупционные схемы. В 2018 году Навальный выпускал расследование, в котором рассказывал, как комбинат с названием «Дружба народов» стал единственным поставщиком для Росгвардии Виктора Золова. После этого закупочные цены на продукты тогда резко выросли, а качество еды снизилось. В итоге солдат кормили тухлятиной за большущие деньги. Сами понимаете, если все продукты подорожали в 2-3 раза, то на морковке да капусте украли никак не меньше миллиарда рублей. И похоже, что это была далеко не первая коррупционная сделка, которая принесла Золотову колоссальную прибыль. Ведь он смог поставить на ноги и буквально озолотить своих детей. Я особо хочу подчеркнуть, что мы чувствуем поддержку населения. В 2011 году заботливый отец купил своей дочери Жанне квартиру за 350 миллионов рублей в Москве. Ее уютное гнездышко площадью 500 квадратных метров находится в элитном доме на Ломоносовском проспекте. Кроме того, у Жанны есть 12 тысяч метров квадратных земельного участка, который оценивают в 200 миллионов рублей. Сына Золотов тоже не обделил. В 22 года Роман умудрился купить себе 160-метровую квартиру в Москве. А спустя год у этого молодого парня появилось целых 88 соток земли в Барвихе, которые стоят не менее 5 миллионов долларов. Хозяйский дом площадью 670 метров, он окружен другими строениями. Тут гостевой дом, гараж, беседки, ландшафтный дизайн, пруды, все как полагается. Вряд ли Золотов-младший накопил деньги на эту недвижимость, экономя на обедах в студенческой столовой Московской государственной юридической академии. Сразу после ее окончания Роман прошел профессиональную переподготовку в Академии Федеральной службы безопасности РФ по направлению «Оперативная деятельность органов Федеральной службы безопасности». Видимо, решил пойти по стопам отца, который в свое время прикрывал спину Ельцина на танке, а потом спину Путина. Не может без охранников король, когда идем, дрожи в другом земля. Правда, есть у Золотова-младшего и творческая жилка. Он был продюсером российского сериала «Воротилы» и даже сыграл роль старшего лейтенанта в мини-сериале «Честь имею». А теперь, друзья, приступим к боевым приемам. Может, не надо, товарищ старший лейтенант? Надо. А вдруг патроны в бою закончатся? В киноиндустрии Роман частенько работает с неким Юрием Чичихиным. Вместе они создали фирму под названием «Фестивали кино». Кроме того, у мужчин есть еще и родственные связи. Ведь Юрий является зятем Виктора Золотова, мужем Жанны. Причем очень зажиточным. Он построился по соседству с Романом. Только участок у Чичихина более солидный – 12,5 тысяч метров квадратных. И дом – 900 квадратов. В этих имениях стоимостью около полтора миллиарда рублей провел свои детские годы внук Золотова Артем Чичихин. Затем он отправился получать образование прямо в логово врага – во вражескую Великобританию. В одну из самых престижных школ Кренли, где год обучения стоит 3 миллиона рублей. До полномасштабного вторжения РФ в Украину парень успел сняться в клипе певца Мота на песню «На дне» и в клипе Романа Архипова на англоязычный трек «Turn it up». Сейчас парню 23 года. Несмотря на призывной возраст, идти воевать за Родину он пока не готов. Хотя и проходит срочную службу. Вам отправлялась повестка, и сегодня она должна была уже до вас долететь. В этой повестке вас должны были призвать прибыть к нам в военный комиссариат. Вы сможете завтра быть у нас в 10 утра? Да, но не подскажете, у вас такой нюанс, я нахожусь на срочной службе сейчас. Могу поставить отметку, что в случае обострения войны с Украиной готов идти воевать, идти на фронт. Я тогда поставлю галочку? Нет, не готов. А тем временем миллионы российских ванек превращаются в пушечное мясо на фронте, выполняя приказы Золотова и его бункерного начальника. Войска национальной гвардии совместно с вооруженными силами Российской Федерации выполняют все поставленные задачи. Генерала не волнуют чудовищные потери российской армии. Он считает только деньги, которые может заработать на захватнической войне в Украине. Чтобы было на что содержать семью и любовниц.